Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов и Лиза Сурганова. И сегодня наш традиционный формат, который мы давно не делали, что мы смотрим. Такое наше попури из десятка сериалов, которые мы с Лизой смотрим. Некоторые из них мы, может быть, обсудим в следующих выпусках. Некоторые мы точно никогда в жизни не обсудим и решительно не рекомендую вам смотреть. А какие-то из наших сегодняшних сериалов могут вам пригодиться на грядущих майских праздниках. Как и всегда в таких выпусках мы обсуждаем сериалы без спойлеров. Чтобы поберечь ваши нежные чувства. Ну а в большей степени для того, чтобы дать вам возможность выбрать сериал, который вам захочется посмотреть. Или наоборот определиться с тем, что не хочется смотреть. И как Ваня правильно сказал, к чему-то из этого мы вернемся и подробно разберем уже тогда со спойлерами. И начать я хочу сегодня с сериала, который был у нас с Ваней в списке самых ожидаемых в этом году. И в целом пока, в общем, он скорее соответствует этим ожиданиям. И это сериал «The Power» или по-русски называется «Сила». Хотя это не совсем корректный перевод, потому что «power» по-английски – это и сила, и власть, а также «electric power». Электричество. И это многозначное, что важно для этого сериала, потому что рассказывает он о мире, в котором внезапно у девушек-подростков появляется способность… Ну, по сути, они становятся как электрические угри, и они могут воспроизводить электрический ток. И с его помощью влиять на окружающую среду от, не знаю, лампочек до людей и животных. Ну и на самом деле влиять – это, конечно, мягко сказано, потому что многие девушки используют это, в общем, вполне себе агрессивными намерениями. Но очень часто справедливо. Вот я как раз хотел сказать, что это, на самом деле, мне кажется, не очень правильно говорить агрессивно, потому что сериал «Power» берет очень простую мысль. Причем мысль – это абсолютно не фантастическая, а наоборот, к сожалению, ужасно реальная. Что девушки и женщины испытывают постоянно угрозу своей безопасности, причем как бы совершенно необязательно для этого жить в какой-нибудь Саудовской Аравии. Для этого можно просто выйти на улицу и пройтись там несколько кварталов, и ты все равно почувствуешь на себе чьи-нибудь взгляды, услышишь что-нибудь в свой адрес. А может быть, на самом деле, даже станешь жертвой насилия. И сначала сериал довольно подробно рисует эту картинку о том, как девушки могут по-разному чувствовать себя уязвимыми и незащищенными. А после этого говорит, а теперь давайте этим девушкам дадим возможность, щелкнув пальцами, превращать вот этих вот, соответственно, омерзительных мужиков в обуглившиеся головешки. И дальше, ну как бы вот эта мысль, она начинает прорастать сначала в одних девушках, потом в других, потом, соответственно, дальше захватывает разные континенты. И я признаюсь честно, с одной стороны, у меня есть некое глобальное определение этого сериала, он очень простой. Он вот как бы простой, прямой как Шпалов. Вот все, что ты от него ожидаешь, он тебе это дает без какой-либо иронии, без какого-либо двойного дна. Это как бы вот что вижу, о чем пою. С одной стороны. С другой стороны, я от этого получаю колоссальное удовольствие, потому что на сцене, на которой женщины Саудовской Аравии вдруг решили, что хватит им носить хиджабы, сейчас они пойдут и поджарят некоторое количество этих омерзительных саудовских силовиков, я получил колоссальное удовольствие. Про саудовских женщин важно, мне кажется, что они не срывают с себя хиджабы первым делом, а они отстаивают свое право быть женщинами и быть такими, вот какими их сделала природа или делает природа, да, не против своих традиций. Мне сначала этот сериал не очень зашел, потому что мне казалось, что он слишком в лоб и слишком проповеднический, но на самом деле он раскрывается не с первой серии, это важно, и я всем, кто начнет его смотреть, советую посмотреть там первые три серии как минимум, чтобы составить впечатление, потому что, во-первых, он довольно разносторонний, показывает этих девушек, у которых появляются вот эти новые способности с разных сторон, да, они не обязательно все положительные персонажи, и это тоже важный момент, да, не то чтобы месседж сериала дайте девушкам силу, и они, наконец, создадут прекрасный, справедливый мир. Ну нет, по-разному может быть, кто-то начнет этим пользоваться в своих интересах, кто-то начнет на этом строить политическую карьеру, женщины точно так же, как и мужчины, в общем, могут это использовать не по назначению и не в самых благородных целях, и это хорошо и нормально так их изображать. Ну и мне очень нравится, что он показывает истории разных девушек из разных стран, хотя, на мой взгляд, могло бы быть больше дайверсити, но я думаю, что когда мы с тобой будем обсуждать сериал целиком, а мы, скорее всего, будем, мы про это поговорим, но в целом, правда, интересный проект, и там совершенно прекрасный Тони Калет, который я вообще люблю всегда и везде, но здесь она такая прям жесткая политическая животная, с которой ты, с одной стороны, испытываешь и симпатию, и, в общем, при этом она вызывает у тебя очень много вопросов. Раз ты упомянул Тони Калет, мою любимую, я бы даже сказал мою обожаемую, то надо еще упомянуть, что в сериале Power играет замечательный Тахиб Джимо, которого мы все знаем и любим по сериалу Тед Ласса, ну, как бы, с одной стороны, он немножко похож на свою роль в Теде Ласса, с другой стороны, его много не бывает, он там удивительно хорош, очень классный и очень обаятельный, он играет мальчика из Нигерии, который пытается быть журналистом, и у него неожиданно это получается, и вот если Тони Калет оказывается политическим лицом движения девушек, которые получили эту способность, то его герой становится таким официальным репортером этого движения, и тоже с ним происходит разнообразная интересная история. В общем, мне кажется, что Power стоит посмотреть, это очень любопытная вещь, и это, как Лиза совершенно точно сказала, это такая обманка, то есть не нужно сразу думать, что вот вам сейчас подсунули какую-то пропаганду агрессивного феминизма, это все гораздо интереснее, гораздо сложнее, и феминизм там, разумеется, есть, но абсолютно здоровый, который не всегда подразумевает прожаривание мужчин электричеством. Это сериал Amazon Prime, и он только начал выходить, вышло примерно половина его пока. А я хочу рассказать про сериал, который мне страшно понравился, который называется «Крольщинара», он же «Рэббит Хоул», это сериал, который вышел на платформе ProMount+. Главный герой, его зовут Джон Уир, у него своя маленькая компания, которая занимается очень интересными делами. Они производят реальность, они создают по заказу, чаще всего, очень богатых людей или очень богатых корпораций, они создают в реальности невероятные ситуации, обманывая своих целей и заставляя их расставаться с большой суммой денег, за что они получают процент. Ну, например, вы руководитель инвестфонда, который управляет большим портфелем акций, у вас есть огромное количество акций одной конкретной фирмы, и вдруг вы видите по телевизору в баре, в котором вы выпиваете с друзьями, что этой компании грозит банкротство, поскольку ученые в Японии доказали там кое-что, вы бежите, срочно все продаете. Но на самом деле не было никакого телевизионного репортажа, не было никаких ученых и не было ничего, а вас просто развели как лоха, вы продали все свои акции, акций было много, компания страшно подешевела, ее купили конкуренты, а Джон и его команда веселых ребят получили свой процент. И вот такой, значит, современный Робин Гуд, в чем это похоже на героя Шона Пэна из фильма «Финчера и игра», живет себе так припевающе, и вдруг один из заказов, которые он берет, оказывается совсем не тем, что он думает. И все заканчивается совершенно не так, он предполагал, и вместо очень больших денег, ему обещали сотни миллионов долларов, наш герой оказывается в розыске за убийство, и он не понимает, что происходит, и теперь будет пытаться в следующей серии выяснить, кто именно его подставил и зачем. И сериал не просто так называется «Кроличья нора», это действительно первый эпизод, в котором вы как бы в эту нору ныряете, а дальше все становится все страннейше и страннейше, и все, соответственно, чудесатее и чудесатее. «Кроличья нора» — это, с одной стороны, классический триллер про теорию заговоров, про политику, про большую политику, про манипуляцию сознанием, про там всякие электоральные технологии, маркетинговые технологии. И это действительно такой очень плотный замес из многих теорий заговоров, которые мы с вами слышали иногда по телевизору, чаще всего в каких-то социальных медиа. Но что делает его интересным и заслуживающим внимания, это то, что сериал про себя знает, что он как бы немножко не всерьез. И поэтому в нем очень много юмора, в нем очень много самоиронии, и в нем бесконечно обаятельный Кифер Сазерленд, который, наконец, играет не просто Джека Бауэра из сериала «24», а Джека Бауэра, которому не отрезали чувство юмора в детстве, и это просто удивительное наслаждение от того, как он хорошо это делает, как у него это смешно и островно получается. Там в одной из первых серий есть сцена с дракой, над которой я хохотал, так что, честное слово, у меня были просто слезы на глазах. Он, знаете, на что похож? Он похож на ночного агента только получше. Он вот как бы идеологи получше, ситуации получше, продакшн-вэлью побольше, экшена помесистее. И если вам понравился ночной агент, то, наверное, вам стоит попробовать посмотреть «Кроличу нору», тем более она этого очень заслуживает. Я согласна с вами похвалами этому сериалу. Он, правда, очень интересный, хотя, конечно, закрученный до нельзя. Ну, в этом смысле, правда, похож на ночного агента, потому что у тебя в каждой серии как минимум один твист с переворотом в воздухе, а, как правило, даже несколько. И, конечно, да, очень много теорий заговора, но мне кажется важным, что вот при как бы чувстве самоиронии, о котором ты говоришь, на самом деле этот сериал очень хорошо понимает, в каком мире он выходит. И, в общем, конечно, так или иначе, даже иронически, может быть, но комментирует события этого мира и, как бы, в общем, в полном сознании, да, смотрит на них, потому что в какой-то момент, собственно, они обсуждают главную теорию заговоров, в ходе которой, значит, один из героев считает, что демократию в США пытаются убить, ну, буквально, да, как в ночном агенте. И первые, значит, шаги к этому – это разобщение общества, внедрение через технологии, как бы, разных фейковых идей, в том числе появление кандидата, который пытается объединить вокруг себя страну такого харизматичного лидера. И тут, конечно, есть миллион отсылок к Трампу, хотя никто напрямую про него не говорит. Это не Трамп. Вот это, как бы, самое мое любимое в этом сериале, то, что они взяли, ну, как бы, мы все уже устали, что нам, как только показывают вот такого героя, как ты сейчас только что описала, ты ждешь, что это будет чувак с фальшивым загаром, оранжевыми волосами, который будет нести какую-то ахинею громким голосом. И за что я отдельно благодарен сериалу «Рэббит Холл» – это за то, что они сделали таким кандидатом не Трампа, причем уже прошедший день, и сильно всем надоел. А Марджери Тейлор Грин, и это дико остроумно, и, конечно, на них обрушилось хоть дикое количество проклятий со стороны партии американской радикальных республиканцев, которые все, безусловно, моментально ее узнали. Да, но там еще есть, например, смешной момент, когда герои обсуждают разные теории заговора и говорят, ну вот этот чувак, он вообще сошел с ума, верить ему нельзя, он верит во всякие странные теории заговора. Например, он считает, что, значит, Россия сейчас взорвет Панамские и Суэцкие каналы, чтобы как бы прервать поставки нефти по этим каналам и стать единственным поставщиком нефти. И герои такие, ну бред, ну конечно, вообще это бред, быть такого не может. И склейка, буквально склейка в этом случае, и как бы происходит теракт на Панамском и Суэцком каналах. Ну это такая просто маленькая ремарка про тон этого сериала. А я следующим хочу рассказать про достаточно небольшой сериал, но очень симпатичный, я совершенно случайно как-то на него наткнулась, даже уже не помню где, никто его мне не рекомендовал, но мне как-то понравился и постер, и описание, и я решила его посмотреть. И в общем, пока не разочаровываюсь. Это британский сериал, который сделан HBO совместно с BBC, он называется Rain Dogs, по-русски его перевели как «Мокрые псы», и этот сериал рассказывает про такую супер неблагополучную британскую семью, мать-одиночка, ее 10-летняя дочь, и начинается все с того, что их буквально выселяют из их квартиры, супер маленькой бедной квартиры где-то на окраине Лондона, потому что мать, собственно, не платит за жилье, у нее нет денег, и они буквально собирают вещи свои в мусорные мешки черные и отправляются по друзьям, пытаясь найти ночлег, и в итоге ничего не находят, и разбивают окно в машине, и ночуют в машине. И как бы дальше это сериал, собственно, про тяготы этой семьи, про эту мать, которую зовут Костелло, ну, ей, наверное, лет 40, она подрабатывает одновременно и стриптизом, и домработницей, ну, и пытается как-то свести концы с концами, при этом очень любит свою дочку, у них прям такая супернежная любовь, дочка у нее не по годам взрослая, как и бывает часто в таких семьях, в которых ребенку с самого детства приходится буквально выживать, но при этом это не сериал такой вот, как бы ты слушаешь это описание, думаешь, господи, что за жесть, жить не хочется, смотреть не хочется, но поскольку это британский сериал, то все это подано большим обаянием и юмором и любовью к этим героям, и на самом деле, если вы смотрели фильм «Проект Флорида» про девушку, которая живет в мотеле тоже с дочкой и вынуждена подрабатывать секс-услугами, да, тоже, чтобы прокормить дочку, но при этом у них отличные отношения с дочкой, и как бы очень нежные, и ребенок, в общем, растет, ну, такой странной детской жизнью, но, тем не менее, все равно счастливый, то по тональности это очень похоже на этот фильм, который мне в свое время очень понравился. И надо ко всему добавить, что он очень британский в смысле юмора, в смысле вот сеттинга. Лучший друг этой Костелло и, собственно, большой друг ее дочки, десятилетней, и это такой опустившийся британский аристократ из очень богатой когда-то семьи, отсидевший в тюрьме, гей, который спускает все свои деньги игрой в маджонг в каких-то притонах лондонских, но при этом невероятно их любит, все время им помогает и, значит, вытаскивает из разных неприятных ситуаций. Я только начала смотреть этот сериал, но мне он очень заходит, и я вот как раз люблю сериалы, которые, с одной стороны, не боятся показывать какую-то тяжелую жизнь, а с другой стороны, не делают это так, что хочется повеситься. Ну и вообще люблю британские сериалы, опять же, их чувство юмора и вот отношения к жизни. Такая социалка, но как бы на позитиве. Слушайте, ну звучит на самом деле все очень любопытно, потому что я удивительным образом про него даже не слышал, и я вот пока ты про него рассказывал, как раз добавил его в свой очень-очень длинный список сериалов, которые я собираюсь и буду смотреть. Я для разнообразия хочу рассказать про сериал, который я решительно не рекомендую вам смотреть. Сериал называется «Экстраполяции». Это сериал платформы Apple TV+, который придумал очень хороший сценарист и продюсер Скотт Бёрнс, известный зрителям, как один из создателей фильма о глобальном потеплении «Неудобная правда». Так вот, Скотт Бёрнс решил сделать сериал про глобальное потепление, но не вот про сейчас, а, собственно, почему название «Экстраполяции». Он решил взять прогнозы ученых относительно того, как будет меняться наша планета, и как будет меняться климат, и как будет меняться, ну как бы наша жизнь в ближайшие несколько десятилетий, если планета продолжит нагреваться, и если температура продолжит повышаться, и ничего с этим не будет сделано, и глобальное потепление не будет побеждено. И, соответственно, его сериал – это антология, в которой есть сквозные герои, но как бы это не самое главное. Он начинается в 2037 году и заканчивается в 2070 году. Это разные герои, разные географические локации, разные обстоятельства, и на самом деле всегда практически разные жанры, то есть каждая серия – это свой собственный жанр. И гигантское количество самых лучших, таких первоклассных голливудских актеров, там Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Индира Варма, Керри Рассел, Кит Харрингтон, которого мы любим по «Игре престолов», господи, Марион Катияр, Дэвид Швиммер, Эдвард Нортон – вот просто россыпь лучших актеров Голливуда. Бюджет, по слухам, был примерно 250 миллионов долларов, и получился, на мой взгляд, один из самых худших и абсолютно несмотребленных сериалов, которые я видел за 10 лет. Потому что там, в общем, плохо всё, там очень скучные истории, очень плохие диалоги, чудовищно придуманные герои, которые все более-менее написаны одной краской, то есть если это злодей, то он злодей-злодеич, если это герой, то это, значит, чистая душа, невинный агнец, без страха, упрёка и малейшего недостатка. Смотреть это невыносимо. Первую серию ты смотришь и держишься, начиная со второй серии ты в основном бьёшь себя рукой по лицу, начиная с третьей серии ты бьёшь себя по лицу двумя руками. Шестую, я честно признаюсь, уже не осилил, потому что на первых пяти более чем хватило, самое, на самом деле, неудачное, что есть в этом сериале, это даже не то, что это лекция о вреде глобального потепления. На самом деле, я как бы как человек, который в глобальное потепление верит и считает, что с ним нужно бороться и считает, что люди, в общем, должны взяться за голову человечеству, стоит задуматься о том, где мы живём, двумя руками за. Но это можно было сделать очень хорошо и элегантно. И более того, новейшая история телевидения знает пример того, как это было сделано красиво и элегантно. Это мини-сериал «Годы-годы» замечательного Рассела Т. Дэвиса, в котором и про глобальное потепление есть, и показано это гораздо более элегантно и, честно говоря, гораздо более страшно и круто, чем вот в этой вот гигантской 250-миллионной машине. Поэтому, если вам интересно, как может выглядеть сериал за 250 миллионов, как говорят о 250 миллионов, то, наверное, можно посмотреть первую серию, особенно там есть в финале прекрасная сцена с моржом, просто лучшее, что есть в этом сериале. Но глобально я прямо очень не рекомендую вам тратить на него своё время. У меня сегодня день маленьких британских сериалов, в общем, малозаметных на фоне других гигантов. И в следующем я расскажу про сериал «You and Me», который вышел в феврале. Мини-сериал из шести серий всего. С одной стороны, совершенно необязательный к просмотру, а с другой стороны, ну, на мой взгляд, он достаточно симпатичный. И вот если вы не знаете, чем занять пару вечеров, даже один вечер, на самом деле, там довольно короткие серии, по 30-40 минут, то я прям его всем советую. Это такая драмеди про молодого человека и девушку, которые знакомятся, но у каждого из них в прошлом есть какая-то большая трагедия, которую они пытаются пережить. Каждый из них потерял очень близкого человека и, в некотором смысле, перестал доверять окружающей жизни, чувствовать себя очень подавленно. И, собственно, только благодаря знакомству друг с другом они как-то начинают из этого выбираться. Несмотря на то, что сериал поднимает очень тяжелые темы, да, потери близких людей, проживание смерти, я бы, опять же, не сказала, что он какой-то невероятно драматический, тяжелый, чернушный. Нет, опять он тоже показан там достаточно в ярких тонах. Там есть юмор, есть очень симпатичные сцены. И там, главное, очень клевые молодые актеры. Из известных вам там только исполнительница главной роли Джессика Барден. Она играла в сериале «Конец гребанного мира». Вот. И здесь у нее совершенно другая роль. Она уже не такая нигилистка, которая всех проклинает, а, наоборот, очень нежная, ранимая актриса, которая одновременно пытается построить карьеру и вот как бы прожить ту травму, которую она прожила. Сериал, в котором очень приятно показан Лондон, летний Лондон. Они бесконечно по нему гуляют, ездят на автобусах, болтают про него. Вот. И он такой про, не знаю, любовь к жизни, про то, что все проходит, да, про то, что даже если тебе кажется, что вот был человек, который для тебя составлял все, можно найти еще такого человека. И это не будет никаким преступлением по отношению к тому человеку, которого с тобой больше нет. Мне кажется, что его стоит даже посмотреть тем людям, которые проходили через подобные переживания, потому что он, в общем, дает такую действительно надежду и веру в людей. Это сериал платформы ITVX, и он, как я и сказала, уже доступен целиком. Ну вот, еще один сериал я себе записал в списочек, когда это все смотреть теперь. А я расскажу про еще один сериал, который мы с тобой, кажется, упоминали, когда мы говорили про ожидаемый сериал этого года. Он называется «Счастливчик Хэнк». Это сериал платформы AMC+. Вышло у него уже шесть серий, и мне он страшно понравился. Если вы помните, в позапрошлом году мы с Лизой обсуждали сериал Netflix, который назывался «Кафедра», с Сандро его в главной роли, про жизнь и, как сказать, мучения, не приключения, а мучения заведующей кафедрой английского языка в одном из американских университетов. Вот «Счастливчик Хэнк» по большому счету начинается примерно так же. Главный герой, Хэнк Деверо, тоже заведует кафедрой английского языка в небольшом университете Рейлтон. Университет такой прям совсем даже не второй, а третьей из Кореи Лиги, о чем Хэнк и говорит честно своему студенту, который в какой-то момент сказал, что «дорогой профессор, что это вы на семинаре сидите молча? Мы вообще на семинаре хотим слышать фидбэк от нашего преподавателя». И Хэнк честно ему говорит, что «какой фидбэк ты от меня хочешь услышать? Я посредственный, вы все посредственные, если университет – это посредственный город, в котором находится университет, это столица всех посредственностей Соединенных Штатов». Разумеется, эту гневную и очень остроумную речь кто-то записывает, публикует в студенческой газете, и Хэнк из просто одного из преподавателей университета становится таким Анфан-Терриблем, которого все терпеть не могут, все ему говорят, какое НС, а ему, в общем, по большому счету, наплевать, потому что у Хэнка Крис среднего возраста, у него замечательная семья, у него чудеснейшая совершенно просто жена мечты. Он так, работает так себе, но, с другой стороны, у него такая работа, он профессор, у которого и Стэнья, то есть его нельзя уволить, в принципе, ни за что и никак. Он может только умереть, тогда значит, он потеряет работу, но если он не умирает, то работай себе, работай и дел, что хочешь. Вот коллеги его не очень любят, но, с другой стороны, Хэнку, опять-таки, на это тоже наплевать. И это такой очень разговорный, очень литературный, в самом классическом смысле такой мужской сериал про героя, мужчину пожилого, который переживает кризис среднего возраста. Мы с вами видели таких сериалов много, мы с вами видели таких кинофильмов еще больше и читали, в общем, книжек. Но Хэппи Хэнк дико остроумно написан, он немножко медленно разгоняется, то есть первая-вторая серия аккуратная и такие как бы вводные, но третья серия огненная, а дальше уже каждая следующая лучше предыдущей. И самое в нем, наверное, главное, что Хэнка играет замечательный и любимый многими, заслуженный любимый многими, Боб Аденкерк, звезда «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». И он здесь очень необычный, очень остроумный, когда ему нужно дать драму, он трагичный, грустный и убедительный. И, честно признаюсь, я от «Счастливчика Хэнка» получаю очень большое удовольствие. С другой стороны, я, наверное, немножко предвзят, я люблю сериалы и люблю книжки про университетских профессоров, мне нравятся истории про кризис среднего возраста у мужчин, мне очень нравится Боб Аденкерк, я люблю немножко литературные, немножко абсурдные сериалы, которые там продолжают литературную традицию любимых моих американских писателей. Поэтому, опять-таки, может быть, я предвзят, но мне страшно понравилось, и если вы тоже любите такие истории, то очень рекомендую. Блин, я обычно люблю, и я, надо сказать, что я посмотрела на афишу этого сериала и не узнала там Бобу Аденкерка, но я его тоже очень люблю, поэтому, видимо, надо начинать смотреть. Но я тоже не понимаю, когда это всё успевать, потому что помимо вот тех сериалов, которые мы с тобой сегодня обсудили, есть же ещё новые сезоны всего того, что мы любим и тоже надо смотреть. Я сейчас одновременно смотрю новый сезон «Сексэшн», третий сезон «Теда Ласса». Оба они, кстати, последние для обоих сериалов и суперважные. Мы их потом, естественно, обсудим уже, как завершились эти культовые сериалы. Новый сезон «Шершней» просто невероятно огненный вообще. Там появляется Илайджи Вуд в великолепной совершенно роли. И как бы, как-то вообще сейчас ещё что-нибудь выйдет. Это я уже не досматриваю «Миссис Мейзл». Я чувствую твою боль, поверь мне. Я, наверное, единственный, кто может её по-настоящему разделить. Я, наверное, расскажу про ещё один очень симпатичный сериал, тоже совсем недавний. Он называется по-английски «Трансатлантик», а в русском переводе его перевели как «За океан». Это история, основанная на реальных событиях. Действие происходит в 1940 году во Франции. Часть Франции уже оккупирована нацистами, а часть находится под управлением коллаборационистов, правительства Виши. И, соответственно, это место, которое формально ещё нациками не занято, но при этом там уже, в общем, находиться сложно, особенно сложно там находиться евреям, поскольку со дня на день, ну, как бы, скопирует Франция антиеврейские немецкие законы и станет совсем плохо. И вот главный герой этого сериала, журналист по имени Вариан Фрай и его чрезвычайный комитет спасения помогает еврейским беженцам выбраться из Марселя и, ну, как бы, в идеале добраться до Америки, а не в идеале просто выбраться куда-то в безопасное место. Это может быть и Африка, и Азия, или какая-то другая далёкая страна, где нету нацистов и где нету риска, что их выдадут в лагеря смерти. И Вариан Фрай изначально приехал из Америки в Марсель с одной целью. Он должен спасти свет европейской интеллектуальной элиты, ну, то есть, как бы, еврейской элиты. Там и Виктор Серж, и великая писательница Ханна Арнт, и Макс Эрнст, и Шагал, и Андре Бретон. В общем, такая суперпредставительная тусовка. Главные интеллектуалы, главные художники, писатели, будущие, великие писатели, поэты и философы. Но виз мало. Виза американское консульство даёт неохотно, потому что в американском консульстве сидят, в общем, такие матёрые антисемиты. Америка всё ещё сохраняет нейтралитет. Отчасти думает, можно ли делать бизнес с гитлеровской Германией. И Фрайу очень сложно добывать эти визы. И, соответственно, история это о том, как он, его друзья и помощники, самые интересные из которых совершенно обаятельнейшая красавица, которую зовут Мэри Джейн Голд, помогает еврейским беженцам найти визы, спрятаться от нацистов, помогает британским военнопленным сбежать из военного лагеря и всех вывести в безопасное место. И когда ты читаешь описание этого сериала, то у тебя как бы мысленным взором рисуется такая картинка ну как бы привычных нам драм, посвящённых Холокосту. То есть историй острых, сложных, страшных, мрачных по понятной совершенно причине, потому что трагическое событие такого масштаба, оно как бы в каком-то смысле предопределяет жанр и интонацию. И тем интереснее смотреть «Трансатлантик», который для очень серьёзной темы и очень важной темы, и как бы ещё и основанной на настоящих событиях, поскольку Иварян Фрай и все герои, и, собственно, этот комитет, это всё было по-настоящему. Иварян Фрай сумел вывести больше 5000 человек из Франции тогда. Но сериал сделан как лёгкий, обаятельный сериал о любви к жизни. Он не о страхе смерти, а он о любви к жизни. И в нём есть вечеринки, в нём есть какие-то безумные переодевания, какие-то страстные романы, любовь. И весь сериал молодой, какой-то невероятно наполненный жизнью и наполненный желанием жизни. И смотреть его легко, несмотря на сложность темы, и несмотря на то, что сериал никогда от этого как бы не бегает, он, с одной стороны, интонационно говорит о том, что можно рассказывать сложную историю иначе, можно рассказывать трагическую, драматическую историю, не прибегая к изобразительному ряду, который мы уже много раз видели, или к музыкальному сопровождению, который мы много раз слышали. Но, с другой стороны, он всегда, ну, как бы, например, на заднем плане или не очень на заднем плане, есть ощущение, что каждый из героев ходит по краешку обрыва, и за этим обрывом ждёт его смерть, причём смерть чаще всего довольно неприятна. И я, наверное, его, в общем, с удовольствием порекомендую, поскольку, с одной стороны, наверное, он понравится не всем, с другой стороны, мне кажется, это очень заслуживающее внимание, лёгкая и одновременно содержательная история, которую можно посмотреть довольно быстро, там немного серии, он вышел уже весь целиком на платформе Netflix. Слушай, я вот не знала конкретно про эту историю, да, и часть войны, и предвоенной истории Европы, и мне интересно, с одной стороны, с другой стороны, я только что прочитала две большие книжки про Германию 30-х годов и про Британию 30-х годов, и про то, как американцы относились к Гиттеру и его режиму, и как британцы относились, и как все они сначала носились и поддерживали во многом, или пытались заниматься политикой умиротворения, и к чему, собственно, это всё всех и привело. И, конечно, под конец ты такой немножко опустошённый выходишь, хотя и с некоторой надеждой на успех, но, в общем, может быть, я сделаю паузу, а потом этот сериал посмотрю, потому что у меня есть ощущение перекормленности некоторой этой темой. На этом мы тогда завершаем сегодняшний выпуск. Надеюсь, что мы вам дали большой выбор сериалов. Мы сегодня рассказали про очень разные исторические и научную фантастику, и более реалистичные сериалы, и драмедии, и драмы, и комедии просто. Надеемся, что многие из них вам понравятся. А в следующий раз мы обсудим новый сериал Netflix, который называется «Дипломат» с Кири Рассел и Руфусом Сьюэлом в главных ролях. Это политическая драма, такой политический триллер о карьерной дипломатке, которую назначают на пост посла Соединённых Штатов в Великобритании, который традиционно занимали политические назначенцы, поскольку пост этот всегда был церемониальным. А тут вдруг на него назначают человека, который, в общем, понимает, что он делает, и у которой есть совершенно конкретные планы, представление о прекрасном и как бы желание что-то поменять. Вышел он целиком на платформе Netflix, и я надеюсь, что нам с Лизой будет что обсудить. А я напоминаю вам, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пожалуйста, оставляйте отзывы, пишите комментарии, ставьте нам сердечки, лайки и всё, что можно поставить. А также пишите нам письма на почту podcastsobakakinopoizk.ru. Ещё у нас есть Телеграм-канал в предыдущих сериях, а у него есть великий, не побоюсь этого слова, чат, в котором огромная комьюнити на 600 человек постоянно обсуждает новые и старые сериалы, делятся мемами, картинками и разными новостями. Если вы любите кино и сериалы, то вам точно туда. А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссёрка Лера Кусто. Спасибо им за это большое. С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова